Давайте начнем с иранских ракет. Вот что меня в этой ситуации удивило, что Украина так официально и довольно открыто говорит, что действия Ирана не останутся без ответа, и Украина предпримет против Ирана какие-то конкретные действия в ответ на поставку ракет Российской Федерации. Что это могут быть за ответные действия, на ваш взгляд? Ну знаете, как на меня, то я бы сказал так. Каспийское море достаточно ограниченное море, я бы назвал это озеро. Поэтому есть понимание того, что погрузка военных грузов в портах Ирана будет рассматриваться как угроза национальной безопасности Украины. Дотягиваются украинские дроны до Ирана? Да, вполне. Вполне дотягиваются и будут дотягиваться. Эти же суда будут выгружаться в портах Российской Федерации, и нужно понимать, что удары по ним тоже можно вносить. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что часть ракет будет перемещаться авиационным транспортом, и в связи с этим Ирану нужно понимать, что посадка иранских воздушных судей на территории Российской Федерации, на военных аэродромах, будет также рассматриваться как нарушение статуса КЛО и ввязывание Ирана в эту войну. По ним тоже могут наноситься удары. Это то, что, знаете, касается нашей военной сферы. Безусловно, я бы, знаете, так сказал, взаимоотношения Украины и Ирана, они не являются однозначными. Знаете, что было достаточно удивительно, но, в принципе, не очень неожиданно, что Иран в этом году, после переизбирания президента, поздравил Украину с Днем независимости. То есть, знаете, я позволю себе сказать только одну фразу, не все так просто в наших взаимоотношениях. Существуют определенные статьи, по которым Иран и Украина взаимодействуют. И в связи с этим можно, как бы, подытожив вышесказанное, предположить, что комплекс этого взаимодействия и комплекс воздействия на Иран изменятся, если эти ракеты действительно окажутся на территории Российской Федерации и, более того, если они будут применяться против Украины. Ну, это Восток. Восток дело тонкое. Здесь принято обнять человека, как дорогого друга, и всадить ему нож в спину. Это, в общем-то, я думаю, для иранского режима вообще в порядке вещей. Но, как вы можете оценить угрозу Украине? На сегодняшний день говорят, что будет поставлено 200 ракет. В общем-то, не звучит, как какая-то очень большая угрожающая цифра. Да, и что это за ракета еще? Да, это ракеты, как бы, не дальнего радиуса действия, это ракеты... Не дальнего. Да, не дальнего радиуса действия, но, тем не менее, понимаете, для нас это очень большая угроза. Это большая угроза, связанная с тем, что под ударом будут находиться наши прифронтовые регионы. И, знаете, я сегодня как бы получил свежую сводку по поводу того, каким является уровень перехвата воздушных целей. Так вот, если у нас замечательные просто показатели по дронам, а средние показатели по ракетам, то совершенно неудовлетворительные показатели по баллистическим ракетам. То есть, можно сказать, что как минимум 90% этих ракет может попасть в цель. Сами понимаете, 90% это серьезная угроза военной инфраструктуре, гражданской инфраструктуре, гражданским объектам прифронтовых регионах. И это вызывает законное беспокойство и вынуждает Украину вести более активную разведку для того, чтобы уточнять наличие пусковых районов вблизи границ Украины. Потому что мы понимаем, что с этих пусковых районов могут наноситься удары. Собственно, поэтому и в параллели ведутся такие переговоры для того, чтобы снять последние ограничения с возможности использования того оружия, которое имеется на вооружении Силы обороны Украины. Я имею ввиду западного оружия по территории Российской Федерации. Потому что иранские ракеты будут находиться вблизи границы и, в принципе, достать их можно будет в том числе этим оружием. Как мы это сделали буквально на днях, нанеся удар по складу корейских ракет, которые, по-моему, до сих пор взрываются? Но вот мне все-таки кажется, что 200 ракет для иранских масштабов это какая-то очень малая цифра. Или речь идет только о первой поставке, а за ними последуют другие? Знаете, я, к сожалению, должен привести аналогии с северокорейскими ракетами. Оружие, которое поставляет Иран, априори не может быть сверхвысокоточным, и вы лучше меня это знаете. Но, тем не менее, оно представляет опасность. И мы не зря отмечали наличие иранских инструкторов и специалистов на оккупированной территории Украины, в некоторых регионах Российской Федерации, которые свидетельствуют о том, что для них использование такого пробничка, простите за такой цинизм, является тестовым испытанием для того, чтобы усовершенствовать эти ракеты. Ну, и я бы тут сказал, друзья мои, так как мы находимся с вами по одну сторону баррикад, это наш общий интерес найти эффективное средство противодействия этой угрозе. Ну, и я рад буду это опять встретить в некоторых коридорах моих знакомых из Израиля, которые занимаются этими вопросами в том числе. Да, вот нам бы тоже хотелось этого, чтобы мы не повторили ошибку, какую мы сделали с беспилотниками. Тем более, что у Израиля-то как раз есть эффективное средство борьбы против баллистических ракет. Да, безусловно, безусловно. Нужно понимать, что иранская сторона, она заинтересована в том числе, а как обойти современные средства радиолокационной защиты, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Украины. А, в принципе, мы уже с вами прекрасно понимаем, что на сегодняшний день украинское ПВО, РЛС и РЭП, они все более и более уподобляются, в общем-то, западным стандартам, коим относятся, в общем-то, израильские стандарты. Поэтому здесь мы встречаемся с общим врагом, и мы должны в очень короткий срок объединить наши эффективные усилия, чтобы предвидеть и предотвратить нашу общую угрозу, нашу общую беду. Ну, тем более, что вот это как раз заявление Украины относительно того, что ответ в случае, если погибнут от иранских ракет граждане Украины, то ответ будет, иран заплатит высокую цену. Это-то вообще очень сильно сближает наши позиции. И Израиль тут, мне кажется, в общем-то, мог бы оказать здесь просто прямую помощь, и действовать здесь можно и совместно, совместными усилиями против Ирана. Ну, и Владимир Зеленский сказал, что... Если вы помните, я об этом говорил всегда. Иран это угроза и для Лижнего Востока, и для Европы, сказал Владимир Зеленский. Скажите, Сергей, вот только что закончился Рамштайн очередной, и мы узнали о новом пакете военной помощи для Украины. На Рамштайне обсуждался вопрос иранских ракет? Вы знаете, если он даже обсуждался, то он обсуждался за закрытыми дверями, но я позволю себе такое осторожное предположение, что он обсуждался, потому что я не зря упоминал вопрос нанесения ударов по российской территории и последняя пресс-конференция главы ЦРУ и МИ-6, в общем-то, достаточно подробно эту тему раскрыли. Поэтому, опять же, могу сделать осторожное предположение, что да, этот вопрос обсуждался, потому что, в общем-то, это угроза, как мы определили, не только для Украины и Израиля, это угроза в том числе для судоходства по Красному морю, если мы вспомним ваших южных соседей-куситов, которые не дают спокойно жить, а в Красном море находится группировка американских, британских, французских и немецких кораблей. То есть это как бы уже проблема Европы, о чем говорил президент Альбинский. Сергей, а вот сам факт доставки, переброски этих ракет в Россию, это уже означает, что они готовы к применению, или там еще нужно пройти какой-то технологический путь, как-то их обучить персонал, развернуть их? Ну, по моим данным, что иранский самолет уже сел, по-моему, где-то в районе Внуково, предположительно с военным грузом. Ну, можно предположить, а опять же, давайте вспомним, что все эти ракеты, которые имеют такие вычурные восточные названия, по сути своей, в базовой своей модели являются советскими образцами. То есть, к сожалению, к сожалению, о период подготовки и технического обслуживания этих ракет, и приведение их в окончательно снаряженный вид, как мы говорим, окснарвид, я опасаюсь, будет очень небольшим. То есть, они подходят к советским всем этим ракетным установкам? Вопрос не в ракетных установках даже, а вопрос в том, что алгоритмы боевого применения, они, в общем-то, совпадают с теми алгоритмами, которые знакомы хорошо российским военным. Поэтому я выскажу, опять же, осторожное предположение, что время на подготовку и запуск этих ракет будет относительно небольшим, если действительно они получатся. Ну, в общем-то, мы это увидим в ближайшее время, я опасаюсь. А может ли Россия, применяя эти ракеты, скрывать этот факт? Можно ли по обломкам потом определить, что это иранская ракета? Может быть, они не оставляют там никаких маркеров, что это их ракета? Вы знаете, да, безусловно, можно. Тут даже, как говорится, речь идет не о каких-то маркерах, о каких-то следах, платах, потому что платы, к сожалению, могут быть и западные. Мы с вами это прекрасно знаем. Но есть такое понятие и предмет, как материаловерение, то есть специфика производства, чистота металла, специфика плат, специфика радиотехнического оборудования, остатков топлива и так далее и тому подобное. Но мы прекрасно с вами знаем, что большинство ракет, они, в общем-то, являются твердотопленным, по сути своей, это порох. Даже качество очистки элементов пороха может сказать очень много. То есть для такой обширной базы данных, которую мы собрали на сегодняшний день, вычислить нечто новое, я думаю, не будет представлять сильно проблемы. Продолжение следует...